Привет, братва! Это Капитан Наташа с воскресными мать его новостями, так что готовьте свои просиженные на стульях попки, напрягите ушки, потому что интересного будет много. И чтобы с кайфом провести время, нужно что сделать? Ну, как минимум поставить лайк со спецэффектами, подготовить один с сыром, большую содовую, ну и, конечно же, охладить свое траханье, потому что главным событием этой недели стал первый трейлер GTA 6. Нам показали главных героев Люси и Джейсона, других девочек и мальчиков, малиновые закаты, вайс-сити, самолеты, тачки, жизнь города, флору, фауну и даже тверк. Много тверка. В целом, все и ничего одновременно. Сюжет остался за кадром, за то, что удалось передать точно, так это общий вайб. И я могла бы рассказать в деталях все, что было показано, но для кого во вторник вышел аж покадровый обзор? Если вы его еще почему-то по какой-то причине не видели, ребят, ну, это залет, потому что есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Как горит огонь, как льется вода и как у Вали бомбит. Так что после этого видео можете заглянуть вот сюда. Но если говорить не про сам трейлер, а про его историю, то Rockstar изначально планировала провести премьеру вечером 5 декабря. Но не срослось, поскольку какой-то урод слил трейлер часов эдак за 10-12 до этого времени. Разработчикам пришлось экстренно менять планы и выкатывать видео официально доназначенного заранее часа. И несмотря на это, трейлер все равно здорово хайпанул и за полтора дня набрал более 100 миллионов просмотров. Столько же, на секундочку, за 12 лет набрал трейлер GTA 5. При этом слив все равно сильно подпортил настроение разрабам. Да и фанаты были не в восторге. Один блогер даже предложил скинуть автора утечки в жерло вулкана. И по одной из версий, виновником этой утечки стал один из сотрудников ютуба, который имел доступ к предзагруженному видео на канале Rockstar Games. Но это не точно. Что известно в целом? В новой GTA будет два играбельных персонажа. Большая часть зданий доступны для посещения. А видов транспорта завезут больше, чем вместе взятых GTA 5 и GTA Online. Выйдет игра на PlayStation 5 и новых Xbox. Про версию ПК пока ничего не слышно, но рано или поздно она все равно появится. А вот разочарованием же для всех оказалась дата релиза. 25-й год. Это печально. Я как Вале бомбить не буду. Мне ролик понравился. И даже плевать, что все эти локации мы видели тысячу раз. Я люблю солнце, пляж, пальмы и не устаю от них. Особенно приятно пропитаться таким вайбом, когда каждый день на улице видишь 50 оттенков серого. В общем, запишите меня в команду тех, кому понравилось. Может показаться, что уже довольно жарко, и мы даже в студии включили кондей, но по ходу дела он не спасет после того, как поговорим про The Game Awards 2023, где показали очень много трейлеров и анонсов. Начнем с итогов премии. Главной игрой года жюри признали Baldur's Gate 3. В этой номинации она обошла Alan Wake 2, Новую Зельду, Spider-Man 2, ремейк Resident Evil 4 и Mario Bros. Wonder. Раздача статуэток чередовалась с премьерами трейлеров, и вот что интересного показали. Ремейк трогательной адвенчуры Brothers A Tale of Two Sons. Далее Windblow, мимимишный снаружи, но брутальный внутри рогалика от авторов Dead Cells. Между прочим, от всей души заинтриговали, так как клетки просто огонь. Увидели продолжение культовой головоломки World of Gu. На секундочку, 15 лет прошло с момента выхода первой части. Еще показали дополнение Вальгалла для God of War Ragnarok. Пока что без больших подробностей, но известно, что расширение сюжетное, а по геймплею добавится некий роглайк режим. Neo и релиз уже 12 декабря. Дальше просто взрыв мозга. Sega анонсировала продолжение своих наикультивейших игр. Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Street of Rage и Crazy Taxi. Подробностей нет, но в принципе все понятно. Это же Sega. OD – это новая игра от гения Кодзимы. Как и принято, очень интересно, но ничего не понятно. Но все равно все очень ждут. А еще ждут новую игру по вселенной Парка Юрского периода. Там про динозавров, если кто забыл. Ну и вишенка на торте – анонс игры про Блейда. Создается студиями Arkane, Leon и Marvel Games совместно, так что есть надежда на годноту. Пишите в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. От себя просто скажу, что мне в этом году больше всех понравился Человек-паук 2. И я советую всем, кто не играл, обязательно поиграть, даже если вы арахнафом. Но если вы не играете в игры, то наверняка смотрите фильмы и следите за громкими событиями в этой сфере. Ну, вот, например, такими, как Оскар. И несмотря на то, что церемония пройдет на мой день рождения, 10 марта в следующем году, обсудить ее хочется уже сейчас, потому что есть повод. Несмотря на, так скажем, сложную политическую обстановку, в лонг-лист номинантов на премию попал российский мульт One Love Варе Яковлевой. Он претендует на звание главной анимационной короткометражки года. One Love рассказывает о девушке, которая устала от непрошенных гостей в собственном доме и в какой-то момент она берет себя в руки и дает им жесткий отпор. Что любопытно, работы Яковлевой попадают в лонг-лист Оскара второй год подряд. В первый раз внимания жюри удостоилась короткометражка «Жизнь паскуда». Согласна. Хотя, к своему стыду не смотрела, но все равно согласна. Одно только название берет за душу. Можно даже сразу два Оскара дать. Я не понимаю, что это. Кино, спектакль, как угодно. А если без шуток, то очень классно, что в работах затронуты глубокие и важные темы, и я искренне готова порадоваться за автора. Но сама посмотреть мультфильм вряд ли смогу, просто такой стиль я не понимаю. Это все-таки ближе к искусству. А я человек простой, и мне нравятся такие же простые и понятные мульты. Тут, знаете, типа Pixar, Disney, Союзмультфильма, или вот даже студии Мельница. Но это не мешает мне болеть за One Love и ждать следующей публикации уже шорт-листа, с которым можно будет ознакомиться 21 декабря. Кстати, знаете, что я еще очень жду в декабре? Если быть точнее, 18 декабря. Букиных, новых старых, как говорится. Но трейлер показали в конце прошлой недели, так что получается, что это уже не свежак. Как и второй сезон Дома Драконов, как и сериал Fallout. На самом деле очень обидно, когда крутые, реально крутые новости выходят в субботу или воскресенье, а у меня уже вообще-то выпуск снят и на монтаже. Но у нас зато есть возможность обсудить другой трейлер, который вышел в понедельник и еще невероятно актуально. Warner Bros. и Legendary опубликовали первый трейлер фильма Годзилла и Конг. Новая Империя. И там прям жара-жаришка. Конг. Конг поменьше и вообще маленький Конг-жесть. Есть еще гламурный ящер Годзилла с розовым гребнем, которого испугались бы даже русы. А может и не испугались бы и сделали свой легендарный зажим. Как знать. Впрочем, это уже совсем другая история. А в этой истории двум Кайдзю предстоит объединить силы против какой-то неведомой силы, угрожающей всему миру. Warner обещает, что фильм раскроет историю происхождения Острого Черепа, а также Конга и Годзиллы. Премьера запланирована на 10 апреля 2024 года, так что ждем-с. А если не хотите ждать, можете начать смотреть сериал Monarch. Наследие монстров от Apple. Все его очень хвалят, так что пока не вышли Букины... Да, я знаю, может показаться, что я тут рекламирую новые и счастливые вместе, но, к сожалению, нет. Просто этот сериал я реально очень много смотрела и очень много возлагаю на него надежд. И если хотите, можем даже устроить какой-нибудь совместный онлайн-просмотр и вместе, так сказать, предаваться ностальгии в прямом эфире. Кстати, в тему воспоминаний по мне и не скажешь, но я закончила школу 11,5 лет назад. И только в 11 классе у меня появился первый смартфон Sony Ericsson. Даже такой компании сейчас уже нет, представляете? Короче, суть какая. В школьные годы нас не ругали за то, что мы сидим в смартфонах на уроках, просто потому, что их ни у кого не было. Не то, что сейчас практически у всех детей какой-нибудь простенький Xiaomi, да есть. И кто бы мог подумать, что технологии мешают учебному процессу? В общем, думали-думали и точно решили в Госдуме принять поправки о запрете на использование мобильных телефонов и планшетов в школах. Ограничение будет распространяться на время занятий. Гаджеты на уроках нельзя будет использовать даже в образовательных целях. Единственным исключением станут экстренные ситуации, в которых возникает угроза жизни и здоровья учащихся. При этом есть и хорошая новость, на переменах с смартфонами по-прежнему можно пользоваться. Закон уже приняли, а значит в силу он, по идее, вступит уже с января 2024 года. Впрочем, не исключено, что процедуру отодвинут до начала следующего учебного года. Запрет-то, конечно, придумали, а какое за его нарушение будет наказание? Вот этой информации я нигде не нашла, но могу пофантазировать. Двойка за поведение? Штраф на одну пиццу из столовки? Вызов родителей в школу? Предлагайте свои варианты. Но если вы спросите меня, как я отношусь к этому закону, то скорее положительно. А это верный признак того, что я уже точно взрослая. И с одной стороны это грустно, а с другой стороны быть взрослым тоже классно. Например, можно самому выбрать, какой смартфон тебе нужен. Хочешь, покупай андроид, хочешь, покупай айфон, выбор всегда за тобой, и тебе никто не запретит им пользоваться. А кто что говорит и думает насчет твоего выбора, это все второстепенное. Особенно, когда происходят абсолютно нелепые вещи, как на этой неделе с андроидом. Во-первых, выяснилось, что грабители брезгуют андроид смартфонами. Об этом стало известно после того, как двое мужчин ограбили водителя Uber Eats в США. Они забрали у него личные вещи и ключи от машины, но перед тем, как уехать, подошли обратно и вернули ему телефон со словами «А, это андроид? Оставь себе, я думал, у тебя айфон». Второе унизительное для андроид событие произошло на встрече фанатов с актрисой Ани Тейлор Джой. Один парень прорвался в первые ряды и уговорил звезду сделать селфи на свой смартфон. Девушка прицелилась, нажала кнопку справа и заблокировала телефон. Потому что привыкла, что у айфона там качелька громкости, которая активирует затвор камеры. Случилось чудо и фанат уговорил Аню попробовать еще раз. Объяснил, куда нажимать. Актриса попробовала опять и снова заблокировала смартфон. Затем крикнула что-то неприличное, извинилась и пошла дальше. В комментах, конечно же, разразился гром. Фанаты айфона усмехаются и пишут всякие нехорошие вещи про андроид. А фанаты андроида, в свою очередь, пишут много-много нехороших вещей про актрису. И я решила внести свою лепту в этот спор и сказать, что не прав никто. Андроид это отличный телефон, если к нему привыкнуть. Но переходя с айфона, и для этого достаточно 2-3 дня, факт. И Аня тут тоже не при делах, в такой-то толпе, не разберихе. Пойди пойми, что тебе там кто объясняет. Хотя надо признать, что ситуация забавная. Но не переживайте, фанаты андроида, сейчас посмеемся и над Apple тоже. Ну, не совсем уж прям над айфонами, конечно, но повод не менее комичный. Потому что у компании третью неделю подряд продолжается эпопея с модемами 5G. В прошлый раз я рассказывала, что Apple прекратила инвестировать в разработку фирменного 5G модема. И прикиньте, буквально недавно компания выгрузила на свой сайт целый ворох вакансий для инженеров 6G. В частности, яблочники ищут архитектора платформы, который займется моделированием и созданием прототипов. То есть, получается, что компания из Купертино решила действовать на опережение и готовиться к доминированию в эпохе 6G. Как бы там ни было, скорого анонса технологий все равно от Apple ждать не стоит. Дело в том, что сам стандарт начнет развиваться операторами сотовой связи не раньше 2030 года. И что иронично, как утверждается, у нас в России к 2030 году только 60% жителей страны получат доступ к 5G. Но, если честно, я не верю, что Apple сама разработку 6G осилит. Очень вряд ли. Гораздо больше шансов, что на следующей неделе они уже закроют это направление и откроют разработку 7G. А потом снимут сериал для Apple TV в поисках той самой G. То есть, запоминаем, вот здесь точка P, точка A, точка G, точка U, потом еще точка K внизу. Есть ли что-то новое про айфоны, спросите вы? Ну, разумеется. Готовьте свои ушки, потому что сейчас в них польется мед. По слухам, одно из подразделений LG по заказу Apple приступило к созданию так называемой under-display камеры. Она предназначена для работы под экраном. То есть, Apple определенно задумалась о выпуске айфона со сплошным экраном без всяких вырезов. Но это не значит, что такой смартфон точно появится. Дело в том, что Apple не первая компания, которая решила поэкспериментировать с новой технологией. Были уже примеры и были они отстойными, потому что камерам под дисплеями не хватает света. LG работают над устранением этой проблемы. И к концу этого года там собираются достичь коэффициент пропускания света до 20%, а в следующем до 40%. Ну, а где-то в 2025 году, если все пойдет по плану, мы увидим iPhone 17 Pro с подэкранной фронталкой. Хотя я бы делила эти прогнозы на два, потому что, ну, сами знаете, Apple долго запрягает. И если кто-то там утверждает, что классная фишка появится через год, то по факту это случится через два или даже три года. Так что, фанаты динамического острова, пока что можно выдохнуть. А теперь время для самой стильной рубрики сумм недели. И в этот раз будет не только про стиль, но и про практичность для всех, кто любит качественный звук. Все поклонники полноразмерных наушников знают, что с приходом холодов хорошим звуком приходится жертвовать, потому что, ну, не напялишь ты свои AirPods Max или тысячные Sony поверх теплой шапки или что еще хуже капюшона. Ну, либо напялишь, конечно, но будет как минимум неудобно. Так вот, южнокорейский модный бренд Full of Sun решил эту проблему. Компания выпустила куртку, на капюшоне которой предусмотрены кармашки для чашечек наушников. Просунул, застегнул и идешь кайфуешь по треке Ольги Бузовой в хайрейте. Куртка стоит 300 долларов, и если денег на нее не хватает, не беда, всего за 100 баксов можно купить капюшон отдельно. Слушайте, ну, во-первых, реальный стилек, что круто, это не выглядит кринжово, как часто бывает с такими необычными вещами. Во-вторых, я реально верю, что так слушать музыку действительно удобнее. Ну, как всегда, есть одно большое, но хрен такую достанешь, даже если готов заплатить. Увы, ах. И страдают у нас не только модники и меломаны, но еще и автолюбители, потому что всякие крутые шаманские тачки на наш рынок не попадают. Вот, например, такие, как Lexus. И вы скажете резонно, что Наташа, ты че загнула? Ну, Lexus-то в России точно можно найти. Не такой. Такого не будет. Японский бренд люксовых автомобилей заколабился с производителем геймерской периферии Razer и представил что? Ну, конечно же, геймерский внедорожник Lexus TX Ultimate. Машину представили на выставке eSports Awards 2023, и внешняя тачка изменилась, ну, слегка. Появились зеленые наклейки в стиле Razer и RGB-подсветка куда же без нее. В салоне нововведений побольше. Например, полностью перепахали задний ряд, туда вставили пару удобных кресел и столько же компьютера и столов с геймерскими компами. И понятия не имею, кому придет в голову играть на ПК в машине, но раз сделали, то, наверное, кому-то-то надо. Да, каким-нибудь стримерам, например, миллионерам из Twitch точно зайдет, потому что, ну, они-то могут и в движении быть, и работать одновременно очень удобно. И если кто-то из стримеров уже себе присмотрел такой автомобиль, то сообщаю, что пока что даты релиза нет и цена тоже неизвестна. Но это не страшно, потому что само существование такой коллабы, я думаю, что многих сподвигнет сделать какой-нибудь свой автопроект и вкорячить, ну, например, в девяточку игровой компуктор с каким-нибудь RTX A6000 и 49-дюймовым монитором. Я бы такое глянула. Ну, а пока что самой обсуждаемой машиной в мире остается Тесла Кибертрак, особенно сейчас, когда наконец-то состоялся релиз. И, между прочим, интернет уже вторую неделю полнится сравнениями электропикапа с различными спорткарами, и результаты поражают. Но для начала отмечу, что релиз это, конечно, громко сказано, потому что на старте продаж у Тесла были готовы только 12 экземпляров Кибертрака, и массовое производство наладится, дай бог, к концу следующего года. Как бы там ни было, некоторые из электропикапов каким-то чудом все-таки попали в руки видеоблогеров, и понеслось. Первым делом Кибертрак поставили на трек рядом с Порше 911. Кибертрак, очевидно, оказался быстрее, даже несмотря на то, что во время гонки он буксировал другой Порше. Затем новинку Тесла сравнили в дрэге с Lamborghini Urus. Электропикап как стоячую объехал и ламбу тоже. И если уж разогнались покупать Кибертрак, чтобы флексить, тормозите, потому что в России эта тачка, ну, обойдется во много-много-много миллионов рублей. И даже если вы сможете ее купить за эти деньги, то есть вероятность, что она не скоро до нас доедет. Да и вообще, лучший Кибертрак, это Кибертрак, сделанный самостоятельно. У нас вот, кстати, такое есть, целая серия роликов на канале, так что обязательно посмотрите. Получилось здорово. Охренеть, корову туда положил и поехал. Кстати, если вам нравятся наши видео, то я напоминаю, что мы, как и все авторы на ютубе, очень ценим ваши лайки, потому что для нас это взаимный, так сказать, заряд позитива, который мы стараемся дарить вам. Надеюсь, помимо хорошего настроения вы подкрепились также еще чем-то вкусненьким. Обязательно делитесь в комментариях, чем именно, что вы ели во время просмотра. У меня сегодня, например, холодец. И да, я из тех, кто любит это блюдо. Так что, пока не растаяло, я пошла спасать его, можно даже так сказать. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok